Значит так, небольшой базар на тему Fallout 3. Как бы игра вышла достаточно давно, уже получается ровно 10 лет, как бы, да, может даже больше. Я не уверен, да, но у меня написано тут, что она вышла в 2008 году. Я считаю это вполне правдой, да. Ну, в таком случае, со всеми дополнениями и голд-версия, наверное, до 2008 году. Ну, фиг вот знает, короче, вот, 1С, да, написано там, до 2008 год, да. Запустить её на Windows 10 уже сложно, но можно, да. Надо скачать Games for Windows Live, но не то, что идёт в комплекте, а который на сайте Microsoft лежит, и который загрузка там запрещена, да, надо. Где DirectX, просто в поиске поискать Games for Windows Live. И тогда старый Games for Windows Live скачиваться будет. А на официальном сайте Games for Windows Live, да, нифига нет уже, да, то есть, он говорит, идите нахуй, да, пустая страница. Вот. Эта игра, на самом деле, трёшка, она лучше Нью-Вегаса. Хотя, кажется, наоборот, в Нью-Вегасе мы, типа, решение принимаем, какие-то там политика, там. Ну, а там постоянно нас налетают эти, как, да, эти, да, там, жучащие твари, такие ядовитые, да. Вот, идёшь, там, твари такие налетают, это самое, мухи такие ядовитые, и пиздец. И вообще, в Нью-Вегасе, как бы, ненасыщенные, то есть, локации, да, то есть, там, километр дорог, километр пустынь, да. Притом, карта небольшая, да, а тут вот всё, каждую секунду что-то с тобой происходит. Кажется, там, пять метров прошёл, ещё какая-то хрень, да. Пять метров прошёл, ещё какая-то хрень происходит. Постоянно с тобой что-то потворится, да, в этой игре, да, там, кто-то анклавис, кто-то там ещё набежал, пробежал, кто-то перебежал, что-то произошло, взорвалось, там, кто-то с кем-то сражается, там, фракций дофига, а в Нью-Вегасе ни хера, да. Только последний бой с пяти человек, и всё, да, пять легионеров на пять этих самых, да, как, как, там, не знаю, НКР-овцев. Вот, да и сама атмосфера игры, на самом деле, лучше, чем в Нью-Вегасе, вот, многие не понимают, тут мрак, то есть, да, ты полубомжуешь вначале, вот, мрак, то есть, да, вот этих бомжей головы отрезаешь, вот этим бомжам, что там, которые воду требуют, и всегда убиваешь, там, головы отрезаешь, жестокость настоящего постъядерного мира, вот, а в Нью-Вегасе какая-то слащавая, не знаю, слащавая МРПГ какой-то, не онлайновая, вот. Точно так же и с настоящими фаллаутами, с первым и вторым, да, вот, первый, он, как бы, серьёзный такой, не очень большой, но серьёзный, а второй, он, там, то есть, да, постоянно ходишь, там, это самое, да, миллион персонажей, да, диалогов куча, но уже какой-то весёлый, радостный, и Нью-Вегас тоже такой радостный и несерьёзный, а тут прям, жесть какая-то с тобой происходит, да, вот, реально ощущаешь себя как на пустошах каких-то, поблуждаешь, да, радиоактивных, да. Вот, и дополнение, кто-то жаловался как-то на дополнение, что не нравились дополнения, да, я, правда, тоже один раз только дополнение проходил, но вот тут вот, The Pit, это всё-таки шедевр по сравнению с каким-нибудь этим самым, из Нью-Вегаса дополнением, да. Ну, анкориш, это сомнительно, хотя это тоже такой флэшбэк свой, своеобразный, да, анкориш, это тоже в тему идёт, да, вот не в тему только Zeta, да, Zeta подошла бы, где на корабль тебя забирают, на это самое, на НЛО, вот Zeta не в тему чуть-чуть, она бы и Нью-Вегаса подошла, да, вот Zeta только не в тему, ты идёшь, просто попустишь, и тебя хопа надо в одном месте, тебя хопа поднимают и забирают, да, там попался, типа, попався, вот, и всё, да. А Point Lookout, это вообще супер, да, Point Lookout, Pit, это вообще, это суперское, это как отдельные игры в игре, да, вот. Вот, это не как там в этом, в Нью-Вегасе, чё там, я не знаю, казино это вонючее, которое вмораживает, меня просто бесило, в стелсе надо бегать постоянно, да. Про Большую Гору, это хрень, где это самые, как их там называют, рыбомозги всё захватили, вот, и ещё чё там было, тоже какая-то хрень, да, караванпаки вот эти, да, которые дисбаланс с игру сразу вносят, да, то есть, начинаешь игру, а у тебя уже всё есть, тебе уже никогда ничего не надо, у тебя всё есть, да, у тебя вот эти паки дополнительные, тебе всё добавили, я поэтому всегда их обычно выключал, эти паки, да, запускал просто без паков, вот, с этими DLC, да, а DLC тоже они дисбалансовые, то есть, заходишь на эту Большую Гору, где это рыбомозги сидят в Нью-Вегасе, и там тоже дисбалансовые, да, но тут есть тоже дисбаланс такой, но в операцию Анкориш ты не пойдёшь на низком уровне, и, ну, а на операции Анкориш какая-то там гаусс-пушка, да, есть вот здесь, да, вот, убер-оружие, вот, тоже дисбаланс, но это только один дисбаланс, а там постоянно дисбаланс, там даже в последнем дополнении одинокая дорога в Нью-Вегасе в этом, там можно любую фракцию уничтожить, да, любой район, то есть, атомные боеголовки-то запустить, они запущены, да, там придурок какой-то сумасшедший, идиотина, запускают ещё одни там, склад находятся с боеголовками, да, и запускают по всем, говорят, я весь мир уничтожу, нахер вы все дебилы тут живёте, тут помойка хопаетесь, нахер вы не нужны никому, да, в одинокой дороге, и ракеты, типа, запускаются, да, уже не остановить, надо выбрать, куда их отправить, да, ну, на регион Цезарь я их направлял, нахер, они нужны выпить этих всех, хотя там, говорят, если на любой район направить, то там тоже будет гули ходить, да, и всё, как бы и нихера не надо, ну, а там выживачи нет, там радостное, там всё радостное такое, вот, не к этому претензии, да, не к самим дополнениям, но про казино ещё вообще выбешивает, да, про казино это, и концовка этого казино, где ты всё вытаскиваешь, где надо хитриться, промучиться, чтобы вытащить оттуда хотя бы 50 тысяч монет, но всё возможно, даже без всяких, без читов, без всего вытащить оттуда 50 тысяч монет, вот только цены такие, что они тебе не особо помогут, оружейники, эти придурки, которые в Вегасе там стоят, они всё равно, они за одно оружие могут 30 тысяч заламывать, если бартер, допустим, средний бартер, они за одно оружие 30 тысяч, 50, 25, и, то есть, я на два, на комплект брони можешь не хватить даже, вот, но тут более понятно, тут просто бомжуем, постоянно полбомжуем, постоянно патроны ищем, патронов постоянно чуть-чуть не хватает мне, на нормальной сложности даже играю, не хватает патронов мне почему-то, вернее, едва-едва хватает, вот, вот, настоящее, то есть, по-настоящему сбалансировано, а там, хрен знает что, там и шибко много оружия в Вегасе, в Нью-Вегасе добавили шибко много оружия, и путаешься между этими наименованиями, я и тут путаюсь, конечно, но там вообще с этими, даже без паков, там путаешься, а с паками так вообще и не можешь понять, что для чего, какое, для чего вообще, что для чего, какой патрон, для чего, и вообще, что зачем надо, что к чему принадлежит, а тут более-менее, тут более-менее понятно всё, да, понятно и более проработано, более проработано, более так угнетающая атмосфера, вот, это главная претензия, что у Нью-Вегасе нет такой угнетающей атмосферы, вот, и в четвёртом Fallout тоже нет такой угнетающей атмосферы, Так что, я думаю, трёшка для меня Это лучшая часть Fallout вообще, извините, что я ничего не показал Я хотел Megatony вот так, чтобы покрутиться, да Но я тут вот В этой, да Дошёл, где надо пока ещё В Lamp-Lay, да В город детей, вот, сумасшедших Сумасшедших, придушных детей, которые могли выжить Конечно, 5 лет, да Как Мэдисон говорил, 5 лет они могли выжить В пещерах, вот всё тут через 5 лет После войны, это могло быть Всё это могло простоять 5 лет, да Но прошло почему-то 200 И это дурь там, откуда они появляются Это вообще жуть Ну, вампиры, да, это вампиры не настоящие Тут такие вот претензии у некоторых Вампиры Фиг с ними, это не совсем вампиры Это просто какие-то каннибалы, кто-то там что-то сожрал Ну, хер знает их Ну, фиг знает, да Но это небольшая дура Это не Легион Цезаря Легион Цезаря, это вообще пиздец Это не в тема, да И летающая стрелка тут не в тему Да, вот Город детей, это вопрос Я поэтому сразу перк взял уже заранее Как только он появился, перк этот, да Я взял Вечное дитя взял, чтобы мне ворота сразу открыли Да, и там это самое Взломать, помогли компьютер, да А то с ними нифига диалогов нету Я буду там 3 часа блуждать иначе Если не возьмешь этот перк, будешь 3 часа блуждать, да По этим, да По пустошам, да Не по пустошам, а по их пещере Или где-то Ламплейдской Детишки там будут сидеть на тобой, смехаться, ржать на тобой в стартере Как над Азоном кто-то смеется, да А не надо над Азоном смеяться Так, вот Из заставки он не может даже пип-бой включать Вот я в цитадели У меня нифига, видите, не открыто на карте Я вот что-то тут открывал, открывал Как бы ходил только куда надо, куда послали Вот, я квест Мойра последний, вот, не дошел только Квест Мойра созданы все Только Арлингтонская библиотека последний квест и все И Мойра напишет свою книгу великолепную Я всегда писал книгу с упором на силу Потому что силы у меня дофига Вот, я поэтому У меня всего мало, да Вот, и Бартера мало, и всего Но мне как раз вот так Мне как раз вот, да Вот, и основное, да У меня вот сила Я с использованием силы писал, да, книгу Пуш силы у меня почему-то 7 Я нашел то ли пупса, то ли То ли еще чего Но я только один пупс на медицину нашел И, кажется, на силу, да Потому что у меня все по 6 ставило Или что-то проглотил такое, да Вот, вечное дитя я взял Потому что, да, ламплейт там, пиздец Там, иначе 3 часа будешь Мотаться по этой пещере Те будут прыгать плесень говорить на стенах Которые не жрут Дебильные эти дети Так, дальше Папенька, сынок, я взял, чтобы контрить этого, да То, что у меня ни медицины нет, нифига Они науки Парохвост я взял два раза Потому что у меня красноречие нифига нет И бартера нифига нет, я же не качал Рад регенерации, не знаю Это мой родной автоматически И два раза я взял вот это Фанат очень большого оружия Чтобы не качать по 15 просто У меня было около 0, это тяжелое оружие И я взял два раза по 15 То есть до 30 поднял где-то Так, точность Но это 5 очков удачи Это просто всегда будут криты Я думаю, а вот Потому что у меня удача 6 Я все по 6 ставил А, по 4, да То есть у меня будет 9 9 удачи, это супер Это вообще будет криты Каждое второе пуле будет криты И вообще Мне никто больше не угрожает Ни когти смерти Никто вообще Так, силовую броню это по умолчанию дают Да, подойди только И тебя научат Фанатик оружия Да, вот в начале я взял Чтобы 5-5 получить Да, к легкому оружию ремонт Еще в начале Прям сразу Интомолог от этих вонючих тараканов Которые меня бесят На их патроны тратить И я их могу теперь Из лазерного пистолета Из самого дешевого С уроном 7 А они будут Урон 15 на них будет Идти И хрен бы с ними Да Так Очень злой Так, я был нейтральный Да Может чуть ниже Чем нейтральный Но очень злой стал Потому что Прошел Это, да Убежье 112 Где все спят Там Транквилити лейн В своем Да, без китайцев Да, без Головоломки Этой вонючей Которая там Это самое Используется В заброшенном доме Которая позволяет Нашествие китайцев И корму повышает Да, очень хороший Я решил пройти Как все проходят То есть Выполнять задания Чего прикажут Потому что Никто не догадывается Там на гномик нажать Пять раз Еще что-то сделать Такое Да Людей убито Видите Я убиваю Я убиваю всех Тех Кто там С водой Требует Воды Поскольку они Стены будут Вякать В основном Требуют воды И кряхтеть Как гурия Поэтому меня Раздражают У городов Я их убиваю Просто Они к городам Не привязаны Поэтому можно Да Лечусь Я всегда У докторов В этой игре Да Потому что Иначе Никак А дешевле Всего 50 Чем эти Таблетки Жрать Лучше Лечиться У докторов Да А таблетки Продавать Эти все Потом Им же Так Ну оружие Я все таки Накупился Да Более менее Более менее Че еще Да Куда я иду Я иду В ламплей Да Неверкос Но уже не попустишь Когда полный Комплект библиотеки И все Вот Их дополнение Да Вот Изгои А я не помню Что там такое Это Это Пит Да Пит Да Найти странный Радиосигнал Сдущий откуда Ты спушишься Это зета Да Так Лучный причал Это Это самое Да Как Нет Это Или это Пит Или это Пит То есть Да Где панга Там Где это Черт знает Что творится Да Нет Еще Пит Я что-то путаюсь Да Вот это Панговая Да Плантация Да Питтсбург А есть Пит А значит Это не Питтсбург А это Поинт Лукаут Ебаный Дед Не съела Это Поинт Лукаут Я забыл Вот Поинт Лукаут Там Серые Болоты Вот это Пиздец Там Рабовладельцы Да Пиздец Короче Везде Да И радио Тут Пиздец Вообще Да Вот Особенно Прикалывает Радио Народной Республики Америки Это Как Отсылка Да То есть Антивоенная Это К радио Свободы Какой Не знаю К радио Протестной Да То есть То есть До сих пор Записи Где-то Работает Около Цитадели Это Их Че Они Не собьют 200 лет Прошло А они Антивоенщину Распространяют Не знаю Антивоенщина С учетом Вот этой Вот всей Информации Что там Всем патриотизм Вживляли В последнее Время Чтобы они Кнопки Нажимали Не сбежали Чтобы они До смерти Стояли Заметка Где-то Да Вот И они Вот Да Где-то Тут Что они Последние Да До конца Сидели Там Где же Оно Где же Оно Да Пропавший Андроид Вот где-то Кто-то Да Писал Не знаю Не знаю Где-то Тут Да Было Что типа Они Патриотизм Ведряли Прямо Детского Сада Что Патриот Мы все Бои Что все Военные Сейчас Все Покажем Дадим Пососать Китайцам Да Вот Такое Так что Радио Не в тему Было Как и Либерторианская Партия В США Не в тему Тоже По 1% Набирает И Никакого Толка Да Как и В России Кстати Что Навальный 1% Набирает А что Либерторианская Партия Какая-то Не знаю Яблоко Навальный Что Либерторианская Партия Не по 1% Где-то Все И держатся Даже Тут С учетом То что Партии Больше Да Они набирают Даже 4% Больше Тут Верующих В американскую Свободку Больше Чем В самой Американской Свободке Верят В американскую Свободку Вот Ладно Что-то Политату Зашло Игра Хорошая Да Играйте Не играйте В Нью-Вегас Четвертую Не играйте В вторую Вот Есть Фоллаут И только Первая Третья Да Части Они настоящие А все остальное Хујје Та